Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем новогоднюю открытку. Для этого нам понадобится обычный карандаш, ластик и абсолютно любые материалы. Вы можете использовать фломастеры, цветные карандаши, а может быть даже и акварельные краски. Для создания красивого контура нам понадобится пермаментный маркер. Открытку выполняем из плотной бумаги, складываем ее в две странички и начинаем с вами работу. Определим центр формата. Расчертите две линии, вертикальные и горизонтальные. Чуть ниже центра рисуем овал. Затем проводим две линии вниз и вырисовываем носочек. Остальные линии нам уже не нужны, мы их стираем. Оставьте только носочек. Над овалом наметим круг. Обратите внимание, что круг лук рисуется прямо на овале. Внутреннюю лишнюю линию сотрите. Дальше. Внутри круга рисуем круг поменьше. Оформим немного наш носочек вот такой вот пушистой вставочкой. Внутри линии сотрите. Дальше. Прорисуем ноздри полукруглыми линиями. Опять же линии лишние сотрем. Наставим только ноздри и круг. Внутри ноздрей можно сделать выемки в виде капель. над ноздрями нарисуем глазки круглые, довольно широко расположенные друг от друга. Над глазами можно нарисовать бровки в форме овала. на мардашке у нас будут щечки и ротик. Ротик можно выполнить одной полоской и двумя скобочками. Изобразим прическу. Лишние линии сотрите. Покажем ушки. Ушки у нас будут в виде капель и тоже такие пушистые. Внутри сделаем капельки поменьше. Возле ушей нарисуйте рога в форме треугольников. Внутри рог изобразите полукруглые линии. Там, где у нас носочек, мы будем декорировать. нарисуем бантик. От бантика могут идти ветки, елочные ветки. Можно изобразить две, можно три веточки. Все зависит от того, сколько у вас места. От бантика можно показать кончики. на носочки можно показать пяточку, сделать полукруглые линии. Внутри треугольников можно добавить еще треугольники. Можно нарисовать круги. Опять волнистую линию. Здесь можно сделать ликзагообразную линию. Можно сделать ее объемную. на кончике носочка можно сделать несколько полосочек. Все зависит от того, что вы хотите нарисовать. Здесь можно сделать волнистую линию. Так, декорировали носочек. Теперь у нас остается пространство, которое мы можем с вами заполнить. Например, конфетами. Можно нарисовать звездочку. Можно подублировать конфету. Старайтесь сделать крупные предметы. Можно нарисовать елочную игрушку. Бубенчики. Но я ограничусь конфетами и звездами. Готовый карандашный рисунок необходимо обвести пермаментным маркером, либо гелевой черной ручкой. Ну, либо можно использовать черный фломастер. Обратите внимание, что я обвела весь карандашный рисунок, даже наши узоры. Что еще можно добавить? Смотрите, мы можем нарисовать копытца. Вот такие два полукруга. И выделить уголочки. Раскрасить это тоже можно черным цветом. Раскрасили черным цветом. А внутри можно сделать, как будто бы есть у нашего пучка свитерок. Вот. Тоже можно добавить полоски. Посмотрите, как все получилось. Весь карандашный рисунок. Я обвела совершенно весь. А сейчас немножко подожду, когда это все подсохнет. И лишний карандаш, лишние карандашные линии можно стереть будет ластиком. Носочек раскрашу красным карандашиком. А узоры уже буду делать фломастерами, чтобы они получились яркими. Так вот аккуратненько. Стараемся не оставлять белой бумаги. Раскрашиваем плотно. Старайтесь плотно-плотно раскрашивать, чтобы не оставалось никаких просветов бумаги. Тогда ваша открытка получится красивой. Так же красным цветом можно раскрасить щечки нашему бочку. Щечки можно было бы и не обводить, а можно и обвести. Вот такие щечки красные получились. Внутренняя часть мордашки у нас должна быть персиковая, какого-нибудь такого светлого цвета. Потому что все остальное будет коричневым. Такого же персикового цвета можно сделать рога, либо внутреннюю часть ушей. Я сделаю то и то. Коричневым цветом раскрашиваю коровки уши и голову. Бровки можно сделать серым цветом, либо каким-нибудь уже темным таким коричневым цветом. Вот такие бровки получились. Смотрите, остальные детальки мы будем с вами раскрашивать уже фломастером, чтобы они получились у нас более яркими. Я возьму вот такой синий-зеленый фломастер и сделаю пучку светорог. Желтого фломастера у меня не оказалось, поэтому звезды я сделаю обычным карандашом цветы. Бантик раскрашу ярким красным пермаментным маркером. Оранжевый цвет сделаю полосочки на конфетках и, возможно, использую какой-нибудь фиолетовый для завершения. Синим фломастером сделаю полосочки и посмотрю еще какие-нибудь декоративные моменты. Общую полоску на носочке можно сделать желтой, чтобы у нас орнаменты не потерялись. Воспользуюсь зеленым цветом для треугольников и, возможно, вот эту полоску сделаю. Красным цветом заполню внутренние части вот этого орнамента. Также желтым цветом можно сделать вот эту полоску. Вот такая у нас работа с вами получилась. Очень красивая открытка. Какие-то элементы оставьте белыми, декоративные, чтобы у нас сапожок получился яркий, красочный, контрастный. Вот и все. Надеюсь, вам занятие понравилось. До свидания.